Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня продолжим тему счастья. На самом деле, просят дать советы, как быть счастливым человеком. И совет в чем заключается? Быть здесь и сейчас. То есть, почему человек вообще становится несчастным? Потому что у него происходит смещение внимания с момента здесь и сейчас на прошлое или будущее. Но опять же такие, что происходит? То есть, у человека вдруг что-то включается, какой-то страх, озабоченность, какое-то чувство, например, что может произойти что-то плохое или, например, что пойдет что-то не так. То есть, это состояние уже тревожности, состояние такое вот, что что-то не совсем правильно. И это происходит почему? У человека в прошлом накопилось большое количество случаев, когда был негативный заряд. То есть, когда с ним происходили уже плохие вещи, например, кто-то его предал или обидел, или кто-то ушел, он что-то потерял, или это могло бы быть совершенно все что угодно, физическое наказание или угроза потери. Это у человека все записалось, отложилось в уме. И как только ситуация повторяется, то есть, что-то напоминает об этом, у него сразу это включается. И он начинает думать, а вдруг это произойдет прямо сейчас, вдруг в будущем, там, например, у меня не будет денег, или у меня будет плохое здоровье, или я умру, или мои родственники заболеют. То есть, куча-куча всяких переживаний. Получается, что человек не живет в настоящем времени, а переживает о том, что с ним может произойти, или что с ним уже произошло. То есть, у кого-то больше внимания сконцентрировано на будущем или на прошлом, но суть не в этом. Суть в том, что человек не живет в настоящем. И вот, как я помогаю человеку вернуться в настоящее. Самый простой способ – это быть здесь и сейчас. То есть, это достижимо в состоянии медитации, когда человек не смотрит на что-то, а когда он просто наблюдает, когда он присутствует в настоящем моменте. То есть, вы можете закрыть глаза и просто ощутить свое тело, ощутить свою комнату, где вы находитесь, пространство это, и почувствовать, что происходит, что происходит в этом пространстве. То есть, как вы его чувствуете. И вот это и будет первое начало момента присутствия. И чем больше вы можете присутствовать, тем лучше. То есть, вы можете, допустим, начать с одной минуты присутствия, потом две, три, пять, минут десять. И так дойти до времени один час или два часа, сколько вам удобно. Главное – это делать ежедневно. То есть, почему ежедневно? Потому что вы привыкаете к этому присутствию. И потом это будет присутствие выноситься в вашу жизнь. То есть, когда вы, ну, допустим, что-то делаете, то бывает такое, вы можете это заметить, да, что вы как будто делаете это автоматически. То есть, вы отсутствуете здесь, вот сознание отсутствует. И когда сознание отсутствует, то происходит просто момент автоматики. То есть, что-то говорите, что-то делаете. В этом нет вас. А для того, чтобы привнести осознанность в это, вот как раз важно это присутствие. И это будет носить очень важный терапевтический эффект, потому что когда у вас, например, какие-то неприятные эмоции, ощущения, это все вас приводит в негативное состояние. Когда вы будете присутствующим, то это не будет к вам приходить, не будет вас выбивать из момента настоящего времени. То есть, что бы ни происходило, вы не будете чувствовать, о, вот сейчас там произойдет нечто плохое. То есть, когда вы здесь и сейчас, то вы наблюдаете то, что происходит. Вы наблюдаете, например, небо, солнце, вы наблюдаете звезды или наблюдаете людей вокруг вас, деревья. То есть, вы присутствуете, вы наблюдаете даже, что происходит внутри вас. Вы наблюдаете ваши суждения, мысли, какие-то эмоции, все, что меняется. И вот очень важно быть осознающим. То есть, когда вы осознающим, то ваше состояние счастья будет максимально увеличиваться. Почему? Потому что за счет этого, за счет особенностей, за счет того, что вы здесь и сейчас, как раз появляется это ощущение счастья. Что я счастлив, что я нахожусь в таком состоянии, которое для меня комфортное, которое для меня легкое, когда мне хорошо и когда я чувствую, что все идет как надо. Еще это состояние называют состоянием потока. Но в любом случае, это состояние присутствия в настоящем моменте. Вот когда вы сделаете это состояние своим, когда это войдет в вашу жизнь, вы почувствуете свое счастье. Если что-то не получается, что-то идет не так или где-то возникают какие-то вопросы, то вы можете смело ко мне обратиться, написать мне в личные сообщения. Все мои контакты будут под этим видео, в любой соцсети. Быстрее всего я отвечаю в Айбере, но можно писать на самом деле, где вам более удобно. Я подскажу, как это сделать максимально наилучшим образом. И также, если не получается, например, что-то мешает вам очень сильно, выбивает из настоящего времени, то это лучше проработать. То есть путем перепроживания убрать оттуда негативный заряд, и тогда вы сможете легко находиться в настоящем времени, здесь и сейчас. Попробуйте это сделать сами, попробуйте перепрожить инцидент. Если, например, вы перепрожили его 10 раз и не чувствуете облегчения, тогда обратитесь ко мне за бесплатной консультацией. Я подскажу, возможно, есть какие-то нюансы, ошибки, что нужно улучшить и справить. Пишите мне в личные сообщения в любой соцсети, мы договоримся о времени, пообщаемся с вами. Я расскажу, как можно улучшить состояние, как действительно чувствовать вот это состояние счастья, состояние здесь и сейчас. На этом, друзья, мы будем заканчивать. Я вам желаю радости, счастья. Конечно, видео, если вам понравилось, ставьте палец вверх. Это отметка, что оно вам понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, колокольчик включайте для напоминания. А новых видео, они выходят у меня каждый день на канале. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями, близкими. Я уверен, что они тоже хотят узнать, как быть счастливым и здоровым. До скорой встречи, друзья, и всего вам наилучшего.